День Святого Валентина Не менее предматчевое шоу вчера было посвящено любви. Причем не какой-нибудь абстрактной, а вполне конкретной – любви Богдана и Яны. Богдан Зазон, защитник нашего фарм-клуба «Динамо Молодечна», сделал своей избраннице предложение на глазах и под аплодисменты всей Минск-арены. Вдохновляющее начало. А его продолжением стал жесткий, темповой, бескомпромиссный матч. Он, если имел какое-то отношение к любви, то разве что к любви к хоккею. Удача улыбнулась Минчанам уже на второй минуте. Дмитрий Мелешко подставил клюшку под бросок Евгения Лисовца. Посмотрев эпизод, судьи вынесли вердикт. Все по правилам 1-0. На всем голевое изобилие временно закончилось. Хотя команды создали огромное количество моментов, возведя в ранг героев голкиперов Ларса Хаугена и Александра Шерыченкова. Кто только не мог забивать в составах обеих команд. Не повезло никому, вплоть до самой концовки. Даже Шарлю Лингле, получившему право на буллит. Минимальный счет гарантировал нам острую, как перед Чили, концовку. Так и вышло. После 53-й минуты зрители увидели сразу три заброшенные шайбы. Минчане вели, москвичи догоняли. История повторилась дважды. А ведь шайба Райана Вески должна была стать победной. Не повезло. Пришлось смотреть и овертайм, и серию буллитов. Она, на наше счастье, оказалась точным повторением той, что случилось в матче против Слована. Вновь забросили Райан Вески, и Андрей Степанов, а Ларс Хауген не позволил сделать того же соперника. Кстати, буллит Степанова оказался тысячной шайбой минчан в КХЛ. Также отметим шестой аншлаг подряд и четвертую к ряду победу. Очень тяжелая борьба. И я думаю, что мы получили три пункта. Но, безусловно, мы успели выиграть два в пауэклее. И мы получили в овертайме. А после игры в раздевалке команды встретились настоящие и будущие Динамо Минс. Капитан Зуберов Алексей Калюжный лично провел экскурсию для воспитанников нашей школы. Кто знает, может быть, когда-нибудь кто-то из этих ребят займет в Динамо раздевалке свое место и будет тоже радовать болельщиков. Динамо Минс